Привет, дружок-пирожок! С тобой снова Хэллоис, чутка художник, чутка аниматор, чутка критик, чутка черт знает кто еще. И я опять извиняюсь за задержку, но сегодня у нас торжественный день, праздник. Я, конечно, не любитель праздников, не часто их отмечаю, но в честь сегодняшнего дня, а именно 9 мая, День Победы, мы с вами посмотрим анимацию на тему старых советских военных песен. Меня просили посмотреть этот клип уже очень давно, но мне хотелось его отложить конкретно до сегодняшнего дня, потому что он достаточно специфический по теме и относится как раз к сфере Дня Победы, 9 мая, и поэтому именно сегодня мы с вами его и заценим. Реакция на черную жемчужину третью серию будет завтра или послезавтра. Напоминаю, что я буду ставить на паузу каждые 3 секунды и вставлять свои ненужные комментарии, потому что это мой стиль, мне так больше нравится, у меня так меньше проблем с ютубом. Ну, а напоследок я лишь попрошу поставить вас лайк, написать комментарий больше 4 слов и возможно подписаться на мой канал, где мы будем все время говорить про веб-анимацию. Да, кстати, у меня волосы на самом деле фиолетовые, я не знаю почему на камере они какого-то дичайшего ультрамаринового оттенка, но это не так. Они скорее вот как свет вот здесь вот падает где на корешок, вот такой фиолетовый тон. Ну, а сейчас давайте приступим к просмотру. А вот и сам клип, который мы сегодня с вами посмотрим, называется он «Катюша». Песня «Катюша» анимация. Просто «Катюша» в английском написано. И автор клипа у нас аниматор «Планяч». Песня набрала уже миллион сто пятьдесят восемь тысяч просмотров. Она как раз приурочена ко дню победы и сделана, чтобы отдать дань уважения всем, кто прошел тягости войны. Поэтому мы с вами глянем ее и насладимся этим искусством. Насколько я понимаю, оно будет в формате аниме. Ага, ну это видимо будет типа аниматика что-то, да? Но рисовочка пока что выглядит очень утонченной и приятной на вид. Какая-то современная обработка песни видео. А может она по-японски будет петь? Я не знаю, что тут. Нет, судя по всему, это просто песня какая-то. Хотя может просто акцент не так сильно заметен. Я не знаю, почему мой мозг представил, что сейчас как в аниме девочки и танки запоют эту песню с сильным японским акцентом. Но возможно я ошибаюсь. Надеюсь, что я ошибаюсь. Так, что мы видим? Тут будет видимо история какой-то некой анимешной девочки. И нам показывают вокзал или рынок. Я не знаю, что-то такое. Люди обозначены просто силуэтами. Это неплохой ход. Мы не отвлекаемся на чужих персонажей, кроме главной героини. Вау, очень приятная аниме-рисовка на самом деле. Очень качественная. Как в реальных аниме, скажем так. Даже суть даже не в том, как нарисованы пропорции лица анимешной именно. Хорошо подходящей под эту стилистику. А в том, что построение лайна и наложение теней и бликов сделаны именно по принципу аниме. Потому что многие берут типа сами формы вот эти из аниме-рисовки. Но тени и лайн делают своими. Какими-то в другом стиле. И смотрятся как такой фьюз анимешного стиля с каким-то еще. Здесь же чисто как прям классический анимешный максимально стиль. Как линии, так покрасы, так и строение форм. Очень изящно, очень миленько. Мне нравится, что у людей на фоне соблюдены, ну как бы, все пропорции анатомически реалистичные. Что они смотрятся достаточно реально. И очень много деталек. Очень здорово это все выглядит. Ух ты. Блин, как прелестно. Какой-то, понятно, парниша ей встретился. Интересно, что это какой-то ее родственник или любимый человек, не знаю. Ну блин, это так все изящно нарисовано. Я не могу... Мне дико нравится монохромный колорит кадра. Мне кажется, что он еще и коричневый, но это из-за моих очков. Но нет, он просто какой-то монохромный. Это придает, что ли, знаете, такую атмосферу, именно дымную. Какую-то будто из старого черно-белого фильма военных лет. Это прикольно. Прям стилизация выбрана хорошая. Нету ярких броских цветов. Все такое приглаженное. Он ей дарит шарик. О боже мой, можно я буду сто пять на каждом таком кадре и любоваться? Посмотрите, как это прелестно нарисовано. Все эти травинки, пальчики, волосинки. Прям... Пацан немножечко похож на Синдзи из Евангелиона. И ракурс взят интересный, чуть-чуть под углом диагональный. Такое композиционно приятное решение. Блин, не могу. Здорово. Просто здорово. Аааа, это типа решили показать момент, когда только началась война. И типа эти ребятки услышали сирену и узнали об этом. Блин, тревожный момент, потому что я на самом деле не переношу звука сирены военной. Меня прям... Да и любой сирены. Он меня нервирует сильно-сильно. Прям хочется сразу что-нибудь ударить, пойти его. И здесь как раз его так впрягли в приятную, спокойную песню, что аж мурашки пошли по спине. Испугались ребята. Ооо, типа вон все, он ушел на фронт. Показывают такими помехами, как он исчезает. Наверняка, чтобы подчеркнуть, что он исчез реально. Бедная. Да. Даже реплики, как в манге вставлены, так и в шрифтом. Блин, очень стилистика прям подогнана. Иди за ясным солнцем вслед, и бойцово на дальней полече, от Катюши передай привет. Ммм, все понятно. Ей сообщили печально. А, насчет кадров, не знаю, мне прям хочется немножечко добавить чуть-чуть наплыв камеры в кадрах, чтобы он хотя бы медленно-медленно, хотя бы на пару миллиметров она сдвигалась. Слишком статичными выглядят кадры. Не знаю, из-за того, что они затягиваются некоторые, вот это птицы, висящие на одном месте. Как будто реально просто комикс какой-то, мангу, так, в видеоформат запихнули. Но чуть-чуть будут работы с камерой, с кадром, вот динамики добавить, чтобы она плыла, но все равно поживее бы смотрелось, чем просто стоячие кадры. Не знаю, но это прям имхо. Люблю, когда есть все равно какая-то динамичность даже в аниматике, чтобы что-то двигалось. Очень эмоция, прям мощно нарисована, смотрите, как она ревет с горя, блин, грустно. Вот это очень красивый кадр и очень эмоционально, смотрите, типа она цветы все скидывает. В порыве, им нравится, как заблёрены цветы, что показывает нам, что они летят сейчас в движении прямо сейчас. И вот эти вот блики сверху прям так добавляют атмосферы. Но нарисовано по-прежнему дико качественно. О, это же его подарок был, ну ты что? О, это что, она типа пошла сама на фронт? Ни фига себе. Такое лицо просто человека, потерявшего все, которому уже все равно. Но прям, не знаю, вроде говорят, что анимешная рисовка мало эмоций передаёт. Ну, здесь прям всё считывается ещё лучше, чем с реальных лиц. Очень эмоционально отрисованный каждый кадр. И ощущаются малейшие нюансы чувств, которые испытывает персонаж. Ну, конечно, немного сомнительно, что её прям так, простую девушку взяли на фронт, откомандовать запуском ракет из Катюш. Но это скорее просто типа метафора, что она пошла туда, и что она как сроднилась с этими Катюшами, которые пускают ракеты. Что это всё единый порыв. О, склеила она шарик. О, так это поёт сам автор канала. Ничего себе. Ну, молодец. Неплохой кавер такой нежный, такой унимешный получился реально. Ну, здесь в конце у нас всякие слова благодарности. Окей. Блин, ну это было интересно. Реально, работа сделана крайне качественно. То есть ещё, наверное, ни разу среди веб-аниматоров, которых мы с вами смотрели, мне не попадалась настолько качественная аниме-рисовка. Прям вот она настолько хороша, насколько только может быть. Но ей чуть-чуть детализации не хватает. Это будет уже уровень профессиональных мангак, которые печатаются и везде, с новыми бестселлерами. Супер качественная аниме-рисовка. Для простого какого-то клипа на ютубе это удивительно. То есть видно, что автор реально вкладывала душу, старалась максимально. И у неё очень высокие навыки владения этим аниме-стилем. Можно только поаплодировать тому, как это круто нарисовано. Ну и то, как передаются моменты всякие печальные, трагичные. Вот эти все эмоции персонажей очень тоже меня впечатлило. Но тут есть другой вопрос. Да, я понимаю, что не каждый посчитает, что аниме и военная тематика трагичные соединимы. Многие скажут, что это не надо так делать. Но я не знаю, я не такой человек сильно консервативный в этом плане. И я не испытываю какого-то чувства оскорбления, если на военную тематику делают аниме. Потому что это по сути просто стиль. Какая разница в каком стиле? Что за запреты на стиле? Клип, в нем ничего такого унизительного, оскорбительного нет. Он вполне грустный, вполне серьезный. Он показывает реальные переживания, он показывает ужасы войны. Там нет какого-то этого, знаете, типа аниме там с катаной выскакивает на танки. Там милые анимешные девочки с панцушотами. Ну такого тут нет явно, вы сами видите. Поэтому мне кажется, придираться с этой стороны к данному проекту как-то, ну, немножечко странно и неправильно. Плюс сам кавер исполнен достаточно качественно, как такая мелодия из шкатулки. Приятно очень звучит, достаточно грустно. И хорошо дополняет вот эту атмосферу клипа. То есть сочетание контрастной милой детской песенки из шкатулки и ужасов войны, которые нам показаны. Хотя, конечно, самих прям ужасов там показали достаточно мало. В основном нам показали просто чувство героев в связи с этими ужасами. Что мне кажется даже лучше, потому что мы, глядя на то, как страдают они, мы как бы тоже внутри чувствуем вот это ощущение переживания. Клип мне реально понравился. Он здоровский. Я ставлю лайк и советую всем его посмотреть. Ну, родителям, конечно, не знаю, показывать или не показывать. Потому что, ну, старшее поколение не факт, что оценит анимешную стилистику данного клипа. Но просто для себя насладиться почему нет. Опять же, вот единственная у меня претензия, что, ну, не хватило мне чуть-чуть, может, каких-то наездиков, чтобы картинка всегда была в легком движении, а не стояла ровно. Но, может быть, автор и не хотел. Может быть, он именно хотел вот такими стоячими кадрами добиться какого-то эффекта. В общем, вот, думайте сами, решайте сами. Мы на этом будем, наверное, с вами заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот клип. Ждите мой следующий выпуск. Огромное, опять же, спасибо всем, кто пишет под роликами у других каких-то обзорщиков и реакционеров, просят посмотреть их. Мой мультик – это прям гигантское спасибо, реально. Потому что именно так вот с помощью сарафанного радио, с помощью просьб обычных людей, ну, какие-то проекты и обретают популярность зачастую. Поэтому, конечно, гигантское всем опять спасибо. И я буду с вами прощаться. Пейте вкусный чуё, кофеёк. Отмечайте 9 мая. Вспоминайте своих предков, своих бабушек, дедушек, которые в этот день сделали практически невозможное. Ну, а мы скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok